Человек постоянно сталкивается с задачами поиска требуемой информации. Типичным примером может служить работа со справочниками или библиотечной картотепой. В современном мире информацию ищут с использованием сети интернет. Важную роль в процессе поиска информации играет способ хранения данных. Одной из самых простых структур для этого является массив. Рассмотрим, как осуществляется поиск данных, хранящихся в массиве. Среди разновидностей простейших задач поиска можно выделить следующие типы. Найти хотя бы один элемент, равный заданному. В результате необходимо получить порядковый номер элемента массива, равного искомому элементу. Найти все элементы, равные заданному. В результате необходимо получить количество таких элементов и или их индексы. Самый простой подход поиска это последовательный просмотр элементов массива. Алгоритм, при котором для поиска нужного элемента последовательно просматривают все элементы массива порядка их записи, называется линейным или последовательным поиском. В этом видеоролике познакомимся с алгоритмом поиска одного элемента удовлетворяющего условия поиска и алгоритмом нахождения всех элементов, удовлетворяющих условия поиска. Рассмотрим пример поиска одного элемента, удовлетворяющего условия из учебного пособия. Задан одномерный массив из N чисел определить, есть ли в нем хотя бы один элемент равный X, значение X вводится с клавиатуры. Этапы выполнения данного задания будут следующими. Исходные данные это массив A, количество элементов массива N и искомое число X. Результат это вывод сообщения, элемент найден или элемент не найден. Для решения задачи выполним следующую последовательность действий. Ввод исходных данных. При помощи оператора ввода и вывода организуем диалог для ввода значения переменной N. Цикли с параметром I организуем при помощи оператора RIDAL ввод элементов массива A с клавиатуры. Затем организуем диалог для ввода числа X, наличие или отсутствие которого требуется определить в массиве A. Пусть P переменная логического типа, который имеет значение истинно, если элемент в массиве найден и ложь в противном случае. До просмотра элемента массива P равняется ложь. В цикле будем просматривать все числа в массиве и сравнивать их с числом X. После окончания поиска возможна одна из двух ситуаций. Искомый элемент найден, P равняется истинно, то есть в массиве есть такой элемент AITA, что AITA равняется X. Либо весь массив просмотрен и совпадение не обнаружено, то есть P равняется ложь. Вывод результата. Описание переменных. A это массив из элементов целого типа размером 10. Nx это переменные целого типа. Переменная P имеет логический тип boolean. Протестируем программу. Запустим ее в среде программирования Pascal BCNET. Пусть в массиве будет 5 элементов. Элементы массива будут принимать значения 1, 2, 3, 4 и 5. Определим, есть ли в массиве число 4. Получили ответ, элемент найден. Запустим программу на выполнение еще раз, введя другие значения переменных. Пусть в массиве снова будет 5 элементов. Элементы массива будут принимать значения 1, 3, 5, 7 и 9. Определим, есть ли в массиве число 6. Получили ответ, элемент не найден. Поставьте видео на паузу и ответьте на следующий вопрос. Проверьте себя. Проверьте себя. Проверьте, значение переменной k равна нулю, так как пока ни одного элемента, равного x, мы не имеем. Просматривая массив a, сравнивая каждый его элемент с x. Если будет найден элемент, равный x, то переменная k должна запомнить его индекс. После выполнения данного алгоритма по значению переменной k можно определить, есть ли в массиве искомый элемент, и если есть, то где он стоит. Если в массиве несколько таких элементов, то переменной k будет храниться номер последнего из них. Если такого элемента нет, то значение переменной k не изменится, то есть останется равным нулю. Протестируем программу. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос под номером 4 упражнения 1 на странице 47 учебного пособия. Один из возможных ответов это изменить порядок просмотра элемента массива, то есть просматривать элементы массива справа налево. На практике операцию поиска приходится выполнять достаточно часто, и скорость работы программы находится в прямой зависимости от используемого алгоритма поиска. В рассмотренных выше примерах требуется просмотреть весь массив, даже в том случае, если искомый элемент находится в массиве на первом месте. Для сокращения времени поиска можно останавливаться сразу после того, как элемент найден. Для этого переменной k будем хранить порядковый номер элемента массива. Начнем просматривать массив с первого элемента, k равно 1, и продолжим поиск до тех пор, пока не достигнем конца массива, и не будет найден искомый элемент. Цикл заканчивает работу, когда будет найден искомый элемент, условие станет ложным, а k не равняется x, либо когда k станет равен n плюс 1, то есть элемента, совпадающего с x, не существует. При такой реализации весь массив придется просмотреть только тогда, когда искомый элемент либо стоит последним, либо его нет вообще. Если требуется определить количество элементов, удовлетворяющих к какому-либо условию, то для этого определяют отдельную переменную, значение которой увеличивают на один каждый раз, когда найден нужный элемент. Такую переменную называют счетчиком. До начала просмотра элемента массива счетчику нужно задать начальное значение или, другими словами, инициализировать значение переменной. В случае подсчета количества элементов, удовлетворяющих к условию, счетчик инициализируется нулем. Для решения задачи нужно просматривать весь массив. Рассмотрим пример нахождения всех элементов, удовлетворяющих к условию из учебного пособия. Задан одомерный массив из n чисел. Определите количество элементов, кратных x в линейном массиве. Этапы выполнения данного задания будут следующими. Исходные данные. Массив а, количество чисел n, искомое число x. Результат. Количество элементов, удовлетворяющих к условию, то есть значение переменной счетчика k. Для решения задачи выполним следующую последовательность действий. Вот исходных данных. Инициализация счетчика. В цикле будем просматривать все числа в массиве и сравнивать с нулем их остатки от деления на число x. Если остаток равен нулю, то счетчик увеличиваем на единицу. Вывод результата. Описание переменных. А. Массив из элементов целого типа размером 10. Переменные n, x и k переменные целого типа. Протестируем программу. Если необходимо не только посчитать, сколько элементов удовлетворяют услуги, но и сохранить индексы таких элементов, для этого можно воспользоваться дополнительным массивом. Создадим новый массив b. Как только будет найден необходимый элемент, его индекс будет заноситься в массив b. Переменная k будет проникнуть номер последнего санятого места в массиве b. В начале k равняется нулю. После завершения работы, первые k элементы массива b будут содержать индексы искомых элементов. Поставьте видео на паузу и выполните упражнения 2 и 6 на странице 48. Рассмотрим несколько примеров решения задач с использованием алгоритма линейного поиска. Известны результаты CT по математике для n человек. Определить, есть ли среди них хотя бы один человек с баллом выше x. Значение x вводится с клавиатуры. Результаты экзамена получить случайным образом. Этапы выполнения данного задания будут следующими. Исходные данные. Массив а, количество чисел n, число x. Результат – это сообщение, соответствующее условию задачи. Для решения задачи выполним следующую последовательность действий. Первое. Ввод исходных данных. Второе. Просмотр элементов сначала. Как только элемент найден, останавливаемся. Если весь массив просмотрен, значит в исходном массиве нет элемента, удовлетворяющего условия задачи. Иначе выводим номер найденного элемента. Протестируем программу. В двух линейных массивах x и y заданных случайным образом хранятся координаты точек плоскопа. Определить, каких точек больше – лежащих внутри или снаружи области, ограниченной окружностью радиуса r с центром в начале координат. Также будем считать, что точки, лежащие на окружности, лежат внутри области. Построить окружность и точки. Точки, принадлежащие внутренней области, нарисовать красным цветом. Внешней области нарисовать синим цветом. Этапы выполнения данной задачи будут следующими. Исходные данные – это x и y – массивы чисел, r – радиус окружности, n – количество точек. Результатом будет являться рисунок, удовлетворяющий условию задачи и сообщения. Внутри точек больше, снаружи точек больше или точек поровну. Решение задачи выполним в следующую последовательность действий. Первое – ввод исходных данных. Второе – инициализация счетчиков. Третье – будем просматривать все точки и для каждой проверять принадлежность области. Если x квадрат плюс y квадрат не более, чем радиус в квадрате, то точка лежит внутри области. Тогда увеличим значение счетчика k1 на единицу. Если же нет, то увеличим на единицу значение счетчика k2. Четвертое – сравним из значения k1 и k2 и выведем результат. Поскольку координаты точек принадлежат отрезку от минус 200 до 200, то оси координат можно нарисовать пересекающимися в точке с координатами 200-200. Для преобразования координат точек в экранные нужно к значению абсциссы добавить 200, а значение ординаты нужно отнять от 200. Ось y на экране направлена вниз, поэтому нужно поменять знак координаты. Трое точки можно в том же цикле, в котором происходит проверка. Четыре – описание перемен. Массивы x и y, содержащие до 1000 элементов целого типа, переменные целого типа n, k1, k2 и r. Протестируем программу. На складе хранятся пустые ящики для упаковки товара. Известно, что масса одного пакета с конфетами – x килограмм. Какова суммарная масса пакета с конфетами, которые можно упаковать в такие ящики, заполнив ящик целиком? Этапы выполнения данного задания будут следующими. Первое. Исходные данные – это массив А, количество чисел n, число x. Результат – это количество ящиков k и суммарная масса s. Для решения задачи выполним следующую последовательность действий. Первое. Вот исходных данных. Второе. Инициализация счетчика и значения суммы. Третье. Просматриваем массив, проверим, является ли текущий элемент числом, кратным x. В этом случае ящик будет заполнен целиком. Как только элемент найден, увеличиваем счетчика на единицу, а переменную s – назначение найденного элемента массива. Четвертое. Вывод результата. Также описание переменных вы можете видеть на экране. Протестируем программу. Имеется список мальчиков 10-го класса и результаты их бега на 100 метров. Для сдачи норматива необходимо проезжать дистанцию не более чем за 16 секунд. Вывести фамилию учащихся, которые не выполнили норматив по бегу. Сколько таких учащихся в классе? Этапы выполнения данного задания будут следующими. Исходные данные – это массивы FAM – фамилию учащихся, и R – результаты бега в секундах – количество учащихся N. Результат – это фамилии тех учащихся, которые не выполнили норматив по бегу. Для решения задачи выполним следующую последовательность действий. Первое. Ввод исходных данных. Второе. Инициализация счетчика K. Третье. Будем просматривать массив с результатами и проверять, являетесь ли текущий элемент числом больше 16. Норматива не сдана. Если такое значение найдено, то выведем элемент массива FAM соответствующим номером и увеличим значение счетчика на единицу. И четвертое. Вывод значения счетчика. И описание переменных. Протестируем программу. Если вы увлекаетесь программированием и являетесь любознательным, то откройте следующее видео по гиперссылке или QR-коду. В этом видеоролике мы рассмотрели, как осуществляется поиск элементов массива. Узнали, что алгоритм линейного или последовательного поиска заключается в последовательном просмотре всех элементов массива в порядке их записи. Изучили алгоритм линейного поиска элементов массива удовлетворяющих условия. Для закрепления изученного материала выполните, пожалуйста, упражнения под номерами 3, 4 и 5 из учебного пособия на странице 48.